Но дело в том, что я как такой не совсем опытный садовод-любитель столкнулась с проблемой, с которой, наверное, все сталкиваются. Я совершенно ничего не понимала в сорняках. То есть, получалось так, что моя мама что-то садила, а я, когда полола, не знала вообще, что я полю, какая травка должна вырасти, а какая должна не вырасти. Вот. И теперь-то я более-менее стала в этом разбираться, потому что уже целое лето провела здесь. Мы стали как-то все это полоть, убирать. Вот. Если для мамы это не была проблема, то для меня это была реальная проблема. Потому что, даже когда я жила в частном секторе, я, в принципе, в огород никогда не лазила. Вот. Это, наверное, самое противное, что я вообще знаю с детства, потому что постоянно на это натыкалось. Это наш белорусский кактус, колючий, как я его называю. Вот. Вот это вот я, конечно, всегда знала, что это надо нафиг выбрасывать, и этого не должно быть. Вот. Ну, как бы знаю, что такое лебеда, знаю, что такое, я не знаю, крапива. Вот. А вот реально, когда начинаешь полоть, влазят какие-то вот такие вот цветочки странные, а сразу они выглядят вот так. То есть это вот можно подумать, что это какой-то, ну, вполне нормальный будущий цветок. По мне, так вообще все растения — это сорняки. Просто в каких-то мы разбираемся больше, мы умеем их использовать. Ну, не знаю, сушим, варим, заготавливаем. Вот. А в чем-то мы не разбираемся, поэтому, ну, как бы не очень хочется, чтобы оно вот так вот прям засырял весь участок. Вот, допустим, как соседний участок. Там сейчас растет земляная груша вот такая желтенькая. Соседки вообще уже давно не видно, потому что стоило ей, как учительнице, пропасть на месяц, и у нее просто все взросло нафиг. Поэтому она решила, наверное, переждать это время, дождаться зимы, когда все естественным путем сгниет. Вот. Ну, вот у меня тоже не было неделю. Я была в отпуске, и у нас тут все как-то подзарастало. То есть среди вот маминых красивых цветочков растет вот такая вот всякая фигня, которую я вообще не знаю и не понимаю. Ну, вот почему я снимаю вообще это видео, потому что мне было очень смешно, когда я начинала только первую прополку, и у нас вот бабушка-соседка, я у нее реально спрашивала, а это можно вырывать или это нужно оставить? То есть уже в своем возрасте, в таком почти сорокалетнем, я в принципе в этих травках совершенно не разбиралась, потому что что-то похоже на вполне... Ну, вот можно подумать, что это какой-то там будущий цветочек яргины там или не знаю что. Очень похоже. Вот эти вот вообще заполонили весь участок. То есть я даже не знаю, как это называется, это просто какой-то ужас. Вот. Я знаю лебеда. Вот. Она очень полезная на самом деле. Ее используют всякие там бабушки, по крайней мере, мои использовали. Кормили лебедой поросят, утят. То есть она такая жирная трава, очень питательная и полезная. Вот. Я сейчас ее использую для своих попугаев. Даю им. Ну вот, вырос. Ай-яй-яй. Противные колюхи. Вообще, чтобы все было аккуратно и чисто, тут надо жить. Отсюда вылазить нельзя, потому что, когда тебе нет недели, все зарастает. Вот так растет прусо. Оно само тут у меня насеялось. И сегодня я даже собрала, потому что оно уже стало как-то переспевать и могло осыпаться. Поэтому мне пришлось его собрать. Вот это вот фигня какая-то. Тут есть гречиха. Беленькие цветочки. Их я трогать не буду, потому что они еще недозревшие. Вот Пайзин. Это тоже сорняк. Но его очень классно кушают мои птички. Даже крупные попугаи его очень любят. Вот рукола. Рукола, это, похоже, тоже сорняк, потому что она очень быстро разрастается. И неделю назад тут вообще ничего не было практически. Я все выдирала, повырывала, где-то засушила, где-то заморозила. Но оно тут у меня наросло снова. И вот чабрец растет. Она его просто может заглушить. Поэтому тоже придется это все выдирать. Хотя рукола это очень популярная трава, которую используют во всяких там салатах. Я прочитала, что его можно в заболеваниях в чай использовать. Ну, как по мне, это сорняк. Вот большой куст Пайзин. Тоже сорняк. Вообще все колосковые травы очень хорошо едят птицы. Поэтому колоски я как-то не вырываю. Я даю им прорасти. Потом я их срываю и даю птицам. От всего остального я стараюсь избавиться. Но как бы не сразу понимаю, что можно выдирать, а что нельзя. Потому что на первоначальной какой-то стадии оно все какое-то одинаковое. Для меня непонятно. Вообще заметила, что у кукурузы, оказывается, бывают вот такие вот штучки. Это, наверное, какие-то семена будущие. Вот на это оно уже красное получилось. Такого красного цвета. Наверное, уже скоро я не знаю, что с этим делать. Как бы початков никаких на самом деле нет. Может, какая-то декоративная кукуруза. Непонятно. Зато вот кабачок заполонился на свете. То есть вот из каких-то пяти семящих получилась вот такая вот куча. Прям кабачков вообще нереальное количество. Получается, их много не надо. Вот эта вот компостная яма, куда я все складываю, складываю. И в итоге вроде как бы была большая. На самом деле не хватает мне места. Не успевает перегнимать, потому что очень все быстро растет. Даже, в принципе, лето такое не очень, я бы сказала, дождливое. Но трава просто бушует. Вот. Продолжение следует...